23-го российского кинофестиваля «Литература и кино». Для вручения приза читательского жюри на сцену приглашается председатель читательской жюри, заслуженный деятель искусств России, писатель Сергей Есин и директор межпоселенческой центральной районной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина, заслуженный работник культуры России Елена Бабей. Уважаемые друзья, внимание на экран. Мы тогда уже построили железную дорогу, и первая встреча с городом была очень эффектной. Они видели город на холмах, увенчанный колокольнями, красивыми зданиями, и об этом они писали в своих путевых заметках. С палубы парохода город чрезвычайно красив. Он утопает в зелени, по высокому берегу камы линии каменных домов, над ними возвышаются церкви и монастыри. Но вот мы въехали в Пермь. И где тот прекрасный ландшафт, которым мы любовались? Ну что, Елена, нам сейчас вручать, да? Да. Ну что, мы неужели не поговорим немножко, нет? Ну, вы знаете, так здесь всё круто, что хочется невольно поговорить. Ну, вообще, вот жюри большому хорошо. Там у них мужчины, мужчины и одна прекрасная дама. А у нас всё по-другому. У нас дамы были, прелестные девушки, и я старый олень. Но, пожалуйста, не думайте, что у нас всё так было просто, всё тоже было в дискуссиях. Мы так спорили. Девушки готовы меня были как стерзать, как в охранке. Потому что им то Городницкого хватилось, да и мне хотелось, я с Сашей знаю с молодых лет, то им обязательно хотелось, чтобы был Эренбург. Я помню, я делал с Эренбургом одно из его последних интервью. Вот мы долго спорили, спорили, а потом сошлись на очень милом, но очень важном фильме. Сейчас я вам его скажу, какой этот фильм. Сегодня утром я пил кофе, вдруг заходит Шемякин. Знаете, Шемякин большой. И я ему думаю, такой я провокационный вопрос спрошу. А что бы ты хотел, чтобы у нас было, чтобы мы наградили? И он вдруг мне называет тот фильм, о котором мы с Леной и с нашими другими прелестными, не менее прелестными дамами, как читатели, много видевшие, много знающие, много читавшие, говорили. Фильм, в котором, как сказал Шемякин, огромное количество кинематографических достижений. Но мы в этом не очень соображаем. Мы знаем любимых писателей и знаем наше ощущение искусства, которое никогда нас не подводило. Итак, значит, читаю. Режиссел Павел Печенкин. Вот он. Фильм-исследование о том, каким увидел губернский город Пермь в первой половине 1916 года 26-летний Борис Пастернак. Ну, мы долго крутили, думаю, ну как, что это, как это обозначить? За невероятные киновозможности в маленьком фильме соединить судьбу поэта, любовь к городу и тайну высокого каблука. Поздравляю. Дорогой друг, говорите, а мы ушли. Спасибо большое. Я второй раз в вашем замечательном городе и второй раз получаю второе перо уже. Я думаю, что... Хороший знак. Впереди еще другие награды, наверное. Спасибо большое за фестиваль, потому что когда-то этот фестиваль придумали умные люди, другие умные и добрые люди дали денег. И сейчас вот я здесь, среди добрых людей, и большого вам привета от жителей доброго города Пермь, в котором я живу. Спасибо вам большое. Режиссер Павел Печенкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова